Фактов интернет-мошенничества не становится меньше, но и не увеличивается. Схема всегда одна. Мошенники просят покупателей внести предоплату, перечислив деньги за покупку на электронный кошелек или банковскую карту. Затем они бесследно исчезают. В целях предотвращения подобных правонарушений компетентные органы блокируют сайты с нелегальным контентом. В 2017 году в Казахстане заработала система «Кибернадзор», разработанная для мониторинга сайтов с нелегальным контентом. Через два года систему начали использовать и в Департаменте экономических расследований по Мангистауской области. В прошлом году «Кибернадзор» проверил 455 сомнительных сайтов. Порядка 100 ссылок были признаны незаконными и заблокированы. Большая часть из них – интернет-порталы, финансовых пирамид и онлайн-казино. Департаментом экономических расследований Мангистауской области запущена система «Кибернадзор» для мониторинга сайтов с признаками финансовых пирамид. Со стороны сотрудников ссылки сомнительного содержания, в том числе ссылки с признаками построения финансовой пирамиды или их рекламы, будут блокироваться в специальном разделе сайта. В прошлом году в «Кибернадзор» были введены ссылки на 455 сомнительных сайтов. 104 из них признаны и законными, и заблокированы. Помимо финансовых пирамид, онлайн-казино в интернете активно рекламирует наркотические средства. Без опасений и колебаний предлагают открыто услуги наркоперевозчика. Власти говорят, что бороться с этим явлением очень сложно. Несмотря на борьбу с сайтами, при блокировке одного на его месте появляется новый. В Мангсталской области за один год выявлено более 300 наркопреступлений. Кроме того, были ликвидированы 4 нарколаборатории, которые занимались выращиванием наркотического растения марихуана. В суд направлено 270 уголовных дел, из них 57 тяжкие и особо тяжкие преступления. 255 лиц привлечены к уголовной ответственности, а 43 лица отбывают наказание в учреждениях уголовной исполнительной системы. Кроме того, проведено 325 профилактических мероприятий по борьбе с наркопреступностью, профилактике наркомании. В ходе рейдовых мероприятий было закрашено 530 граффити-накписей. Заблокировано 115 сайтов и интернет-магазинов в Телеграм, занимающихся торговлей с бытом наркотиков. Представители компетентного органа предупреждают не посещать сомнительные сайты и не переходить по невызывающим доверия ссылкам, чтобы не оставлять личные данные в интернете. Часто жертвами мошенников становятся пользователи онлайн-игр и интернет-магазинов. Асиль Канширова, Роланы Метулы, Дидар.